Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Здоровье не купишь». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Ровно 4 месяца назад, в самом начале эпидемии, пандемии коронавируса, мы беседовали с доктором израильским врачом, доктором Леоном Агулянским, который как раз вернулся из-за границы и был, так сказать, посажен на карантин. Мы тогда беседовали о том, вот как развивается. Только было самое-самое начало эпидемии, и доктор сокрушался по поводу того, что у него откладываются все операции, все больные и так далее. Сегодня мы вновь беседуем с доктором Агулянским. Леон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, к счастью, всё закончилось тогда хорошо. Ваш карантин, вынужденный двухнедельный, прошёл успешно. Вы, слава богу, не заразились и приступили к своим обязанностям. Расскажите нам, пожалуйста, как вам работает в период вот этой жуткой непонятки, жуткой пандемии, как работают обычные врачи, как проходят операции, как идут приёмы больных, я подчёркиваю, это больные не коронавирусом, это больные, так сказать, штатные, обычные, стандартные. Что происходит? Ну, как мы с вами понимаем, обычные заболевания никто ведь не отменял. Да, никто не отменял. Колика, задержка мочи, новообразование мочевых путей, нужно этих пациентов принимать, смотреть, обследовать и оперировать в случае необходимости. Количество больных в начале эпидемии, количество больных, которые являлись в клинику, немножко уменьшилось, потом, так сказать, пришло в нормы, потом даже превысило обычные нормативы. Это, наверное, как, знаете, шланг поливальный, вы пережимаете, да, в первый момент вода всё меньше, 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 потом открываете, всё выплёскивается, потому что людям же надо лечиться. Да, людям надо лечиться, людям нужно оказывать помощь, ничего с этим не поделаешь. Больничная касса открыла для нас возможность проводить так называемые телефонные консультации, когда пациент может связаться, и у нас есть техническая возможность отправить ему на аппликацию направление на различные обследования и отправить так называемый электронный рецепт в аптеке. То есть, как правило, это пациенты, которые уже были осмотрены, нет необходимости в повторном физикальном обследовании, просто возникли какие-то вопросы, необходимость изменения лечения или какого-то дополнительного обследования, это сегодня может решаться по телефону. По телефону или виртуально, то есть виртуальная медицина, там, допустим, по WhatsApp, по Skype, по Zoom? Да, ну, и врачи, которые работают таким образом, врачи, специалисты, как правило, работают по телефону, телефонная связь. Количество операций возросло. Многие пациенты решили, что они все равно сидят дома в связи с эпидемией, давно собирались оперироваться, и вот настал тот самый момент, когда они готовы на операцию. Так что у меня случались дни, когда приходилось оперировать с 10 утра аж до 10 вечера. Скажите, доктор, а как происходит, как бы, защита медперсонала? То есть вас, оперирующего хирурга, сестер, и вообще, как вы принимаете больных? То есть, ну, не все же приходят виртуально. То есть, вы каждый день подвергаетесь опасности? Да, это действительно так. При том, количество больных, которые проходят через клинику, вероятность подвергнуться заражению весьма велика. Поэтому я работаю обязательно в маске. Каждый пациент, кроме того, что он проверяется на входе в здание, чтобы на нем была маска, и измеряется его температура бесконтактным методом, то же самое происходит при входе в клинику. В отношении операционной, по указанию Министерства здравоохранения, я ежедневно сообщаю в электронном виде о своем состоянии здоровья, нет ли у меня температуры, нет ли каких-либо симптомов подозрительных на коронавирус. И это вот условия, которые соблюдаются для того, чтобы продолжать оперировать и работать в операционной. А тесты вы не проходите? Тесты на коронавирус? Тест я не прохожу до тех пор, пока не будет известно о контакте с больным или с инфицированным. То есть вы хотите сказать, что за все это время через вас прошли тысячи больных, и никого не попалось, инфицированных или контактирующих с инфицированными? Наверняка по статистике кто-то и попался, и не раз. Но, так сказать, официально это не было зафиксировано, и я не был вызван для обследования. Скажите, а вот как, очень многие задают вопросы, эти вот баталии в социальных сетях и в средствах массовой информации, нужно носить маски, не нужно носить маски, как оберегаться, то есть какой риск заражения, или может быть вообще надо всем заболеть, выработать так называемый коллективный иммунитет, и на этом закончить эту гнусную историю? К сожалению, с коллективным иммунитетом ничего или почти ничего не получится. Недавно были опубликованы данные о том, что среди перенесших коронавирус иммунитет к вирусу вырабатывается только у 6-7%, это очень мало. То есть возможно повторное заражение? Повторное заражение, то есть человеку никто не гарантирует, что перенесенное им заболевание оберегает его от нового заражения. То есть получается, что и новая, если будет изобретена вакцина, которая собственно уже сейчас проходит апробацию, то есть она тоже не дает никакой гарантии? Я не могу сказать в отношении вакцины, каким образом и как она будет работать, но вот как раз свежая недавно опубликованная информация, она зажигает красный свет в отношении группового иммунитета. Ну и кроме того, у нас же есть перед глазами наглядный пример Швеции. Они с самого начала эпидемии решили, что не будет никаких масок, что будет с большими послаблениями требования к дистанции между людьми, но и бизнесы в основном будут продолжать работать. Но в Швеции на минуточку за период эпидемии умерло на 3500 человек больше, чем в тот же период в прошлом году. В общем, цифры говорят сами за себя. Да, конечно, большинство из умерших это пожилые, старые и больные люди, но с точки зрения общего человеческого гуманизма это не проходит. В отношении защиты у нас в Израиле принято решение о ношении маски. Появилось целое движение протеста против ношения маски. Протестующие высказываются и действуют иногда весьма агрессивно. И мне представляется, что эту тему стоит нам как раз вот сейчас, сегодня обсудить, потому что она исключительно важна. Ну, вы знаете, шведы сказали, нам не нужны маски, но невозможно сравнить менталитет и поведение шведов с таковыми в Израиле. Если шведы в обычной жизни соблюдают дистанцию между гражданами, то израильтяне совсем наоборот. Израильтяне наседают тебе на спину, когда ты стоишь в очереди, израильтяне толпятся в проходе приземлившегося авиалайнера в ожидании, что откроются двери. Израильтяне тебе кричат в ухо, говоря по мобильному телефону. То есть у нас совершенно другие условия и так называемая дистанция между людьми. Кидаются обниматься по любому поводу, да? Даже с малознакомыми людьми. Хлопать друг друга по плечу, целоваться и так далее. То есть у нас совершенно другие условия и должны быть другие требования. В отношении маски я вижу, вот я выложил в социальных сетях на 10 строк сообщение о том, что люди являются в клинику в маске. То есть они в этой маске ехали во вклинике. Ну иначе их просто не пустят, да. Да. Шли по улице, чтобы их полицейский не задержал, не оштрафовал на 500 шекелей сегодня. Придя к доктору, усаживаются в кресло напротив доктора, опускают маску и начинают говорить. Я вывел статистику, вот вчера это было 65% пациентов, сегодня это 50%, каждый второй. Что это значит? Да, кстати, я наблюдал буквально на днях интересную картину. Женщина меня обогнала на дороге. Случилось так, что мы запарковались рядом параллельно. Она вела автомобиль в маске. Вышла в маске и прошла до торгового центра в маске. Я зашел вслед за ней в торговый центр. На входе у нас проверили температуру, проверили, что маска на месте. Дальше она подошла к лотку с выпечкой, где ее встретила продавщица с маской, напяленной на подбородок. Эта женщина спустила свою маску вниз и, приблизившись, потому что было шумно вокруг, чтобы ее лучше было слышно, обратилась к этой продавщице. И та, поскольку шумно и плохо слышно, тоже приблизилась на расстояние 20 сантиметров и стала ей отвечать. Что это значит? Это значит, уважаемые господа, что все усилия, которые предпринимались, бизнесы, которые распадаются и не смогут подняться, люди, которые сидят дома без копейки и ждут какой-то помощи от государства. Все это в одну секунду было перечеркнуто вот этим действием. То же самое происходит в клинике. Человек спускает с лица маску и начинает говорить, когда ему делаешь замечание. Сегодня мне пациент ответил, я не снимаю маску, я ее только опустил. Иногда говорят, а как же я через маску буду говорить? То есть, я не знаю, как-то нужно докричаться до населения, что смысл-то маски в том, что она уменьшает вероятность заражения. Да, есть группы, которые обсуждают эту тему в социальных сетях и приводят различные данные, что маска неэффективна. Но, послушайте, есть специалисты в этом вопросе. Профессор Садецкий, профессор Фридман 25 лет назад был научным руководителем моей научной работы в медицинском центре Телеш-Мэр. Говорят однозначно, что маска механически задерживает выделение из полости рта, из полости носа и уменьшает вероятность заражения. Если кто-то забыл, как пар выходит изо рта в солнечный зимний день, я могу привести пример. Вот давайте возьмем очки и подышим на стекла очков. Стекла запотеют. Вот это та самая влага, которая выделяется из дыхательных путей. В этой влаге, если человек инфицирован, содержится вирус. Теперь наденем маску и сделаем то же самое. Мы увидим, что стекла очков не запотеют. То есть есть механическая преграда для этих паров влаги, которые выходят из дыхательных путей. Я не понимаю, почему такую простую вещь так трудно осуществить среди населения. Причем отказываются носить маски, а потом громогласно в отпят, извините за такое слово, почему у нас опять вводится карантин, почему у нас закрывают рестораны, бары, почему у нас закрывают торговые центры. То есть не происходит никакой связи между этим. Почему наши больные умирают в больнице, а медицина не в состоянии ничего сделать. И, конечно, правительство виновата, почему оно не принимает меры. А представьте, вот я привел случай, к которому я был свидетелем с этой женщиной. А сколько в это мгновение по стране произошло таких контактов? Причем, извините, достаточно заразить вот эту продавщицу, и потом к ней каждый будет подходить. Я уж не говорю о том, что она стоит над этой самой выпечкой, и, соответственно, она может эту выпечку заразить. Ну, конечно. Дело в том, что нам руководство страны, в соответствии с рекомендацией наших специалистов, предписывает как бы три метода ограничения возможности заражения. Это дистанция, которая в Израиле не работает. Вы понимаете, что люди скапливаются на пешеходном переходе, люди набиваются в лифт в бизнесном здании, потому что им некогда ждать, они должны подняться в свой офис. Люди скапливаются в очередь на проверку температуры на входе в торговый центр. То есть дистанция, требование дистанции фактически не работает. Обработка рук антисептиками, ну, штука, наверное, неплохая, но эффективность этого немножко сейчас подлежит сомнению, потому что медицинский центр Асута-Аждот опубликовали результаты исследований. Они делали посевы с различных поверхностей, чтобы обнаружить, как долго существует вирус, способный передаваться, так сказать, вне человеческого организма. Ну, и пришли к выводу, что не так уж это опасно при тактильном контакте. Тем не менее, конечно, обрабатывать руки антисептическими растворами, гелями, спреями, это, наверное, штука полезная, хотя под вопросом. Единственное, что остается реальным, это ношение маски. Но жизнь показывает, что ношение маски, оно сейчас происходит только для того, чтобы не быть схваченным полицейским на улице, не быть оштрафованным. Да, сумма немаленькая, 500 шекель – это 150-160 долларов примерно. Сумма немаленькая. Но как только человек приходит в контакт, да еще в закрытом помещении с кем-либо, он аннулирует эту защиту, и он готов передать вирус, возможно, который у него существует на слизистых дыхательных петель. Причем люди возмущаются. Я, извините, вот буквально вчера в своем доме, я захожу в лифт, и вслед за мной пытается зайти сосед с нижнего этажа, там, с сыном, и оба без маски. И когда я ему говорю, извини, подожди, я поднимусь, он так удивился. Я говорю, ну ты собираешься зайти без маски. Он говорит, почему? Мне пришлось ему сказать, по закону, ты хочешь заплатить штраф. Вот как только человек услышал про штраф, он моментально отошел и, значит, дал мне подняться. Да, к сожалению, заболеваемость в Израиле сейчас превысила данные начала апреля. Количество госпитализированных и количество тяжелых больных тоже начинает расти. Все это требует более внимательного отношения к этой эпидемии, к тому, как мы, в общем, с ней справляемся, собираемся справиться. Ну и, наверное, каждый, кто носит маску, кто уже согласился по требованию руководства страны и по рекомендации наших специалистов надеть маску и носить маску, уже пусть при контакте с окружающими эту маску оставят на месте. Спасибо, доктор. Удачи вам, успехов. И, главное, берегите себя, потому что вы действительно все врачи наши, не только наши, это, так сказать, сейчас на передовой находится, через вас такое количество людей проходит. Значит, просто строго и решительно заставляйте нахлобучивать маску. Кто не хочет, пусть идет лечиться куда-нибудь в другое место. Дорогие друзья, программа «Здоровье не купишь» подходит к концу. Мы беседовали с израильским врачом доктором Леном Огулянским. Я, Александр Гурарье, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Будьте здоровы и носите маски. Субтитры подогнал «Симон»!